Новосибирец Евгений Кусовников потребовал от автосалона расторжения договора купли-продажи. Он владел поддержанной Хонде Соната всего пару дней, после того, как узнал, что ей требуется серьезный ремонт на сумму, которая может составить треть стоимости авто. Такого подвоха от автосалона новосибирец явно не ожидал. В начале апреля Евгений решил поменять автомобиль, но попытки подыскать подходящий вариант участников не завершились успехом. Тогда он доверился профессионалам и обратился в автосалон «Автомир». Позвонили, узнали, что интересует, сказали, что все нормально. Нужен был именно левый руль, год более-менее свежий, состояние хорошее. В салоне Сибирику рекомендовали присмотреться к Хонде Сонате 2012 года выпуска за 940 тысяч рублей. У меня основания не доверять не было салона, мы внешне посмотрели, ну все вроде как и рассказали. Поднище не было возможности посмотреть. Так получилось, что приехали вечером, там перед закрытием салона в 9 часов состоялось, ну и сделала, купили автомобиль. Но радость от покупки была недолгой. Всего пару дней спустя новоиспеченный хозяин авто отправился на станцию техосмотра. И там выяснилось, что состояние машины, мягко говоря, оставляет желать лучшего. НТО сказали, что там, ну, по сути, двигатель под замену, по ходовой много работы, то есть много нюансов в машине, там на общую стоимость 350. При этом, по заверениям Евгения, в автосалоне отказались даже принять претензию. Ее он вынужден был отправить по почте. Это не первый случай. Каждый раз люди обращаются с одним и тем же вопросом. Они покупают в этой организации автомобиль и в дальнейшем понимают, что его даже использовать как транспортное средство нельзя. Действительно, в договоре идет у них такая оговорка, что человек, приобретая данный автомобиль, осознает, что он может быть непригоден для его эксплуатации в обычных целях. В такой же ситуации летом 2021 года оказался клиент ООО «Автомир Богемия» Виктор Однокурцев. После осмотра на СТО было выяснено, что есть неустраняемый дефект. Ось смещена на 2,5 см. Поэтому автомобиль заносит вправо. И, как мне пояснили, данный дефект нельзя исправить. Автомобиль «Хонда Аккорд» 2008 года выпуска обошелся ему в 670 тысяч рублей. Я ее купил именно для семьи. Я в автосалон приехал с женой, с ребенком. Мне кажется, все сотрудники поняли, что я покупаю автомобиль себе, а не на перепродажу. Изначально нас уверили, что есть у автосалона свое СТО, где они предварительно, когда принимают машину на Трайдын, они проверяют все состояние. Мы, в принципе, этой информации доверились. Однако отчет сервиса по проверке авто по ВИН-коду открыл Виктору новые неприятные подробности из недавнего прошлого его «Хонды». Оказалось, что машина побывала в нескольких ДТП. На сайте Авито нашлось объявление о продаже авто с пометкой «Битое». Автовладелец сразу же поспешил направить претензию в автосалон с требованием расторгнуть договор купли-продажи. Но там не спешили возвращать деньги. Евгению Кусовникову повезло чуть больше. После запросов журналистов с просьбой прокомментировать ситуацию, в салоне решили выбросить белый флаг. 18 апреля я приехал и уже была на месте начальник. Вот с ней поговорили, ну, предварительно все, как бы, они идут навстречу, хотят мирным путем. Я сказал, что мы смотрели, ну, идеальный вариант вернуть деньги, просто и забыть. Вроде как все получается. Мы подписали соглашение о расторжении договора и возврате денежных средств. Конечно, все его затраты там на юридические услуги, на то, что он делал диагностику, ему не компенсировали. Ну, Евгений не стал сам на этом настаивать. Я бы, конечно, еще и потребовала это вернуть все. Ну, для него было важно избавиться любой ценой от этого автомобиля и получить хотя бы назад свои денежные средства, потому что у него другого транспорта, кроме как вот этого, который он приобрел, больше нет. А его работа связана с тем, чтобы передвигаться по городу. Тем, кто оказался в подобной ситуации, юрист советует идти до конца и подавать судебные иски к продавцу. Потому что они понимают, что у них есть ответственность еще в виде штрафа за отказ от добровольного использования. Это 50% от суммы, плюс все издержки. То есть, если вы за миллион приобрели автомобиль, то в ходе судебного разбирательства примерно им придется заплатить, ну, миллион шестьсот, миллион семьсот. Может и до двух миллионов дойти, так как там еще есть проценты. Они этого боятся и таким образом они идут на переговоры и становятся более уступчивы в данной ситуации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова